Я Винсент Киллпастор, а не Карлос Кастанеда. Поэтому я хочу спасти свой стрим, который рассказывал о грибах, но он очень длинный. Я его сделал компактным, как одну простую лекцию. Не с той целью, чтобы рекламировать какие-то вещества, вредные для здоровья, а чтобы описать свой опыт и уберечь вас от того, чтобы вы проделывали что-то такое над собой подобное. Понимаете? Я говорю, что все наркотики – это зло. Алкоголь – это зло, курение – это зло. Псилоцибиновые грибы – это лекарства. А лекарства просто так, без болезни, употреблять не надо. Приятного просмотра! Сегодня, мои дорогие друзья, я, Винсент Киллпастор, хочу с вами поговорить об одном опыте, который со мной произошел в США на второй год после прибытия. Я уже сделал некоторую карьеру. Я попал в компанию к одному молодому украинцу, Володе. И так как я там был единственный человек, кто говорил по-английски, это была компания, у него было несколько контрактов на уборку больших промтоварных магазинов. Я был единственный, кто говорит по-английски, и я стал боссом, короче. Я даже лучше, чем этот сам Володя, хозяин бизнеса, говорю по-английски. И, в общем, все дела по кустомер-сервису выполнял я. Переговоры с менеджерами, объяснения политики партии и правительства рабочим и так далее. И вот случается такая заковыка, что начинают бомбить магазины, короче, где я работал, и другие. Иммигрэйшн. Потому что нелегалов болит. Звонит Володя, мой босс, бывший налоговый мент из Тернополя. Ура! А почему? Вчера иммигрэйшн четверых мексов приняла в Брук-парке. Есть информация, что сегодня будут шерстить магазины в твоем районе. Иммигрэйшн начинает ловить нелегалов, да, помноженных на ноль, короче, таких, как я. И как-то узнает мой босс, он говорит, блин, сегодня на работу не приходи. Пускай идут только те, у кого грин-карта, короче. Ты мне нужен, спасайся, сегодня не выходишь на работу. И еще один был работник у нас там, но у него все было в порядке с документами, он просто был раздолбай. Он вообще был гражданин США. Когда на второй год я уже понял, куда попал и стал зарабатывать неплохо так, мне было скучно. Я как раз только прочитал «Поколение П. Пелевина», и я все долбал его, найди мне, короче, грибы. И как раз вот в тот вечер, вот это всегда, все, что связано с грибами, оно всегда какое-то мистическое, переполненное совпадениями. Или это просто вам потом кажется так. И он как раз их находит. То есть у нас свободная ночь, превосходно, а это большой минус, когда ты нелегал, и ты работаешь на этих магазинах, их нужно убирать каждую ночь. Поэтому ты работаешь без выходных. Это был первый раз в жизни. И вот я вам что скажу, я был совершенно другой человек тогда, абсолютно. То есть то, что принято считать нормальным человеком. Человек, который стремится к карьере какой-то, заработать деньги, жениться. Вот. А тут я этого Пелевина даже не прочитал, прослушал, по-моему, на ауди. И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровержимое доказательство, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. Он приносит грибы, и я делаю первую ошибку. Во-первых, ну, мне нужно к таким веществам относиться так, несерьезно. Надо готовиться, находить место. Знаете, очень важно, чтобы... Нужно место, чтобы было такое привычное, чтобы вам не испугаться, да, особенно в первый раз. И чтобы ничего не мешало, и чтобы люди были кругом знакомы, это очень важно. А я же ничего тогда это не понимал. И, короче, взяли мы с ним... Сколько там? Было граммы 4,5, меньше 5 грамм. Мы разделили пополам и сожрали. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Короче, где-то по 2 грамма мы зафигачили псилоцибиновых грибов. Дядя Изя здесь живет? Дядя Изя давно уже умер. Как умер? А он мне наследство оставил? Тебе чего? Я за шампиньонами. Телевизионные, кинематографические. Или смешанные. Че? И мы поехали. Он говорит, слушай, там, где я купил у этой девчонки сходняк. Там все студенты соберутся, 5-е, 10-е. Поехали туда. Там все будут тусить. Да вы че, ребята, бля. Пацаны с района порожня гнать не будут, бля. Можно хавать. Ладно, бля. Я повар, я первый. Я подумал, вот сейчас будет весело, короче. Затусим. Всем будем там, ну, по приколу, короче. Ехать нужно было от меня где-то минут 20 туда. Я жил в Стронгзвилле, а мы поехали в Лейкфуд. По идее, грибы вставляют через час. После употребления. А тут 20 минут не прошло. И я как раз за рулем. И что-то на светофоры смотрю. Они какие-то странные стали. До такой степени яркий, неестественный свет. И чуть ли не улыбаются они мне вообще. Короче, не то, что я не понимал, что это я глючу. Я просто подумал, ну, что-то не то с цветами, короче, и с красками. Приезжаем туда. Это свой дом. Там все молодняк, студенты, девчонки, пацаны. Думаю, о, класс. Сажусь на кресло, а я человек такой стеснительный. Первое время, когда в новой компании, я всегда присматриваюсь. Что там, кто там. Сижу где-нибудь в уголке. И вот я нашел себе местечко, кресло, сел, короче. И сижу, смотрю. Они между собой разговаривают. Я понимаю по-английски нормально. Не так, как сейчас, но тоже нормально уж тогда понимал. И смотрю на ковер. И как раз прошло уже минут сорок, как мы зажрали. Смотрю, у меня под ногами ковер. Знаете, это карпет здесь называется. По-моему, ковролин или ковролан. Это по-русски херня называется. С таким достаточно глубоким ворсом он был. И мне показалось, что это не ковер, а, короче, поверхность человеческого мозга. А-а-а! Ты еще кто такой? Тебе обязательно нужны цитрусовые, апельсинчики, лимончики. Кто ты такой? Я твой мозг, косинус. Чего ты гонишь? Да, это я. Я всегда появляюсь, когда тебе нужна подзарядка. Слышь, а ты это, человека-паука здесь не видел? Походу, у тебя реально проблемы. Тебе нужны питательные вещества. Углеводы. Сахароза, глюкоза, фруктоза. Тебе нужно поесть изюм или лесные орехи. Слушай, я тут под такой замес попал, что никакие орехи не помогут. Да, я начинаю им говорить. Вот, смотрите, смотрите, короче, ковер превратился в мозг. Ковер превратился в мозг. И вдруг замечаю, что у меня способность по-английски говорить очень ухудшивает, короче. Херово по-английски говорю. Очень херово. Какие-то звуки вылетают. Это меня напрягло, напугало. Не в том смысле, что уже я так на измены сел, а то, что... Ну, неудобно перед людьми, незнакомая компания. Тут какой-то чертобас приехал. И у меня вот покатила эта измена. Что я плохо говорю, что ковер, что все как-то смотрят на меня странно и не понимают, что я говорю. А некоторые смеются, короче. На почве этого я еще больше испугался, короче. И они, видно, по моей роже увидели, короче, что я испугался. Они говорят, you're gonna be fine, you're gonna be fine, короче. Не ссы, все будет не всяк с собой. Не умрешь. Я думал, ладно, короче, ну вас в пизду, ребята. Пойду-ка я один в комнату. Забудусь, я пошел в комнату. А знаете ли вы о том, что Коран разрешает есть евреям грибы только в один день неделю, в субботу? До шести вечера. Ну, это я не знаю таких тонкостей, но именно в субботу Коран разрешает евреям есть грибы. Давненько ждем тебя. Голос говорит на чистейшем русском языке. Ой, мама, кто это? И вот что такое псилоцибиновый трип, да? Тогда-то я это не понимал ничего, а сейчас-то я могу более вам тщательно рассказать. Это больше всего похоже на сон, то есть на то состояние, в которое мы впадаем, когда вот-вот уснем, да? Я, да, хочу вас сразу предупредить, сейчас я вот смотрю, в России набирает популярность мухоморы, да? Это абсолютно никакого отношения не имеет. Я их не пробовал, я не могу вам говорить, что это плохо или хорошо, я не могу говорить про то, о чем я ничего не знаю. Только чтобы получить лаки и понты, как некоторые делают, я это делать не собираюсь. В мухоморе основное вещество, которое активно называется муссимол. Как оно работает и что оно делает, я понятия не имею. Я не химик и никогда его не пробовал. А псилоцибин, он совершенно другой. Есть три основных вещества, которые действуют одинаково, как псилоцибин, ЛСД и ДНТ. Они, все трое, они обманывают рецептор, который улавливает в мозгу серотонин. Вы же знаете, как у нас все биохимически, биоэлектрическими импульсами управляется там. Настроение, движение рук, ног, сон. Бегу в ванную и долго, долго умываюсь холодной водой. Че понял? Нам озеро нужно. Я тут один фильм видел. Так там, чуваки, в озеро ныряли. И, понимаешь, уже нырнули мы. Чем, почему они хороши и не опасны, да? Потому что вот именно то, что они, их принимает наш организм за серотонин, их очень быстро расщепляет печень, достаточно быстро. И, то есть, нету похмелья какого-то, потом болезни, ломки. Никакой физической зависимости это не вызывает. И абсолютно никакого отравления. То есть, чтобы отравиться псилоцибинными грибами, я не знаю, сколько надо сожрать. Килограммов 5-6, наверное. Просто это будет такой трип, что не дай бог. То есть, их почему запретили, мы до этого дойдем. Я просто сейчас, чтобы не забыть так, по верхам дам. В общем, действуют они ровно 360 минут. То есть, 6 часов. Первый час можно не считать, а последний час, он вообще такой радостный. Ты уже практически трезвый. То есть, получается 4 часа чистого времени. И трип, это не просто как-то вот началось, ты куда-то заглючил, забыл себя и все. Нет, это очень интересно. Это серия снов. То есть, эти глюки, они как короткие сны. К счастью, короткие. Потому что вот тебя унесло туда, то в Африку куда-то, то еще куда-то, то на Марс, то ты там с инопланетянами разговариваешь. Но через короткое время это кончается, и ты опять совершенно трезвый, короче. Совершенно трезвый. Понимаешь, где ты, что с тобой происходит, думаешь, блядь, слава богу, кончилось. Идешь что-то делать там, и тебя опять накрывает, короче. Следующий уже. Короче, Косинус, надо выбираться из сортира. Сейчас встань и осторожно подойди к окну. Хорошо. Только не суетись, понял? Это нельзя. Вообще, психоделики, такие как ЛСД, псилоцибин и ДМТ, нельзя назвать рекреационными наркотиками. Это вообще наркотиками назвать нельзя. Это лекарство. И если вы не болеете, то лекарство вам нахер не надо жрать, понимаете? То есть, ну зачем, блядь? Чтобы получить удовольствие, я вам гарантирую, вам не понравится. Некоторым, может, так не понравится, что на всю жизнь запомнится. Особенно в ход. По выходу, да, в конце ты наоборот. Тебе нравится, но ты не хочешь повторять долгое время. Если вообще когда-то в жизни захочешь повторить. Если правильную дозу сделать. И по мере того, как разгонять, ты начинаешь общаться с какими-то сущностями. Более высокого порядка. Более. То есть, вначале это просто. Вот ты подумал про Москву. И оказался в Москве. Короче, то есть, в смысле ты путешествуешь. Ты начинаешь различать цвета, какие есть у звуков. Какие вкусы могут быть у звуков. Особенно если музыка играет, то все, пиши, пропало. Ты в эту музыку так уедешь, короче. Ну, это все похоже на сильную марихуану на входе. Что происходит? Потом вот, когда уже разгоняет, то есть, подъем прошел, и вы уже летите, короче, на автопилоте. Вот тут у вас начинаются общения с какими-то высокими сущностями, которые представляются. Вот мне как они представились, как грибы, короче. То есть, мы грибы, мы представители высшей цивилизации, короче. Мы, блин, в космосе наши споры не погибают. Мы прилетели черт знает откуда. Мы круче всех землян, и все, что земляне сделали, это полная хрень. Короче говоря, мы и показывают они одновременно, ты все это видишь. То есть, у них вот эта грибница, они же между собой корнями сплетены. Это очень похоже на те же сцепления нейронов, которые у нас в мозгу, короче. И вот они говорят, представь себе, вот вы только на пороге становления мировой сети, ну, имеют в виду интернет, а у нас это сеть с рождения. Мы постоянно в сети, мы постоянно обмениваемся информацией. Мы на очень более высоком уровне, чем вы находитесь, короче. И у тебя есть какие-то вопросы, да, к нам, короче говоря? Мы тебе на любой вопрос ответим. И ты начинаешь их спрашивать. Ох, блядь, а правильно ли я живу, короче? А то ли я делаю? В общем, потом это еще посильнее разгоняется. И такое состояние приходит, чтобы даже словами не описать. То есть, ты даже без слов начинаешь понимать, что они говорят. То есть, уже какие-то, ну, как мемы, да, какие-то, короче, тебе показывают они. И ты думаешь, блядь, ах, вот оно, как все оказывается устроено. А я-то думал, узнаешь про смерть, про жизнь, про единение, про Бога, короче. Вот все вот то, что у людей, которые, любой даже идиот последний задается там какими-то философскими вопросами. Ты как бы получаешь на них ответ. Вот. А потом потихоньку-потихоньку начинает отпускать. Иногда, если неправильно подготовиться, то есть, если ты не настроился, или тебя что-то пугает в этом месте, или ты очень много зла делал, да, в своей жизни, или вот до этого трипа, трип может пойти очень херово, короче. И вот лучший способ для этого нужно траву держать всегда наготове. Дружок! Ну что, Косинус, теперь ты можешь нормально пообщаться со своим мозгом. Что все это значит? Я же тебе говорил, тебе нужно было поесть изюма, ореха и цитрусовых. Да проехай! Что все это значит, эти, типа, немцы, паук, блядь, партизаны! Тебе нужно было употребить углеводы, активизирующие деятельность головного мозга и улучшающие мозговое кровообращение. Теперь тебе нужно подсоединиться к грибнице. Да, блядь, какой грибнице? Как не подключаться? Это, понимаешь, каждому, я вот заметил, мы не то, что даже вот, я же потом захотел второй раз это повторить. Я вышел из этого трипа, все, первое у меня ощущение было, я рад, что я жив остался, короче, и с ума не сошел. Потому что был какой-то момент, я подумал, блядь, неужели я на всю жизнь таким ебанутым останусь? С кем-то разговариваю, сам не пойму, с кем, как, что, короче, вот. А траву ты держишь не для того, чтобы догнаться, а вот когда какой-то бэт трип, да, какой-то плохой сон, в этой серии снов какой-то сон будет плохой, да, например, это, короче говоря, бэт трип. И вот тут ты затяжку травы делаешь, и все, и бэт трип сам по себе исчезает, короче, как будто его и не было никогда, понимаешь? А если, вот бывают люди такие настолько нормальные, никаких психологических проблем у них нет, они не загоняются по мелочам, я постоянно о чем-то загоняюсь. Вот, мне даже траву курить опасно, не то что это. Видите, для электромашин зарядка. Очень удобно, раз, и пока ждешь, подзарядил свою кисточку. Короче говоря, да, я вышел из этой фигни, и я не понял, правда это было, неправда, то, что они мне говорили. И только остается ощущение радости такой, уверенности какой-то в себе. Но самое главное, то, что мы люди, короче, на планете, мы не главные, вот то, что мы вообразили себя главными, это неправда. И мы просто присвоили себе планету, оккупировали ее, короче, и используем, как хотим, ни с кем не советуясь, с более умными сущностями, которых полно вокруг нас. Например, дельфины, да, например, вот они как раз мне грибы приводили, пример дельфинов, да. То есть, у них мозги лучше, чем у людей, и хотя мы считаем, что мы живем лучше, и мы умнее, это все хуйня, потому что им не надо работать, им не надо платить налоги. Они все время веселятся туда, куда мы раз в год, может быть, накопив деньги, на неделю едем в отпуск. Так, трахаются и купаются целыми днями. Типа этого, что-то мне грибы задвинули. То есть, вы, короче, да, вы не понтуйтесь, говорят люди, грибы еще умнее, чем дельфины, но вы даже до уровня дельфинов не даст. В общем, ты, короче, становишься экологом, ты не можешь жрать мясо потом, через какое-то время, и это не сразу работает. Оно тебя начинает превращать в хиппий, да, но не сразу. Потому что ты уже по-другому относишься к смерти, к деньгам, к карьере, к удовольствиям, к войне, блядь, к животным, к другим, к растениям, к природе, вообще ко всему. Абсолютно другое отношение, но это не сразу происходит. А я тогда подумал, блин, у нас чуть-чуть осталось этих грибов с этим парнем в машине. Я думаю, я сейчас сожру, короче, и опять туда вернусь, и точно узнаю, это было или нет. А это ошибка, потому что у них, как это, я не знаю по-русски, толерантность, да, по-английски это называется. То есть, если ты грибы на следующий день сожрал такую же дозу, ты уже почти толком ничего не почувствуешь. Нужно ждать какое-то время, чтобы так же торкнуться. Вот. И все. И мне больше они не попадались потом года два. А я их все время искал. У меня такая работа была. Я ездил по ярмаркам. Так, мою машину не утягиваю там. По ярмаркам, короче, ездил. И каждую субботу и воскресенье это было в разном штате. Если вы читали моя книга «Если жить в Майами», там как раз это описано. Вот. И я искал везде эти грибы, блядь. В каждый новый город приезжаю. У меня там был Дрю, Дрю такой. Колтон. Он быстро, он был наркоша, короче. Ну, такой серьезный наркоша, героинового, кокаиновый. И я ему говорю, ну, раз ты все равно ищешь барыг, найди мне грибы, найди мне грибы, найди мне грибы. И два года я, короче, не мог их найти. И не мог найти я их, короче. И вот, и я все время, за это время я менялся. У меня отношение к работе, вот как отношение к работе после грибов, да, меняется? Ты понимаешь, что, ну, во-первых, ты понимаешь, что смерти нет. Не-не, Епифанцев даже, даже его, я вначале же сказал, это мухоморы. Я ничего про мухоморы не знаю, но там совершенно другое активное вещество. В Канаде уже потихоньку давно шоколадки делают с ним. Про шоколадку сжираешь и уехал, там грамма три, блядь. Для начала хорошо бы грамма три, чтобы прочувствовать до жопы и потом уж долго не повторять. Но не больше пяти с первого раза. Три, минимум пять, максимум. И обязательно нужно быть в месте, которым ты уверен, чтобы тебя ничего не пугало. И люди были вокруг знакомые, один-два, не больше. Немного травы, если куришь траву, чтобы когда бетрипы будут прорываться, угомонить. Ты понимаешь одно, что смерти нету, короче. Потому что они тебе все показывают, это как будто это все компьютерная симуляция, короче. То есть мы как бы в матрице, да? И не смерть это произойдет, а переход в другое тело. То есть наша жизнь, вот именно вот меня, как Винсента Келпастора, она завязана на это тело. То есть даже если у меня будет миллиард долларов, да? Я не смогу продлить себе ни на минуту. Привет! Время нашей жизни связано с временем этого тела. То есть тело-то потом поменяется, но это уже будешь не ты. Ниточки, как говорится, обрываются, а шарик остается. Вот. Поэтому тратить свое время на то, чтобы заниматься нелюбимым делом, для того, чтобы зарабатывать деньги и покупать ерунду, которая в принципе не нужна, это ошибка. Ты начинаешь это понимать. Ты начинаешь понимать, что деньги, они нужны. Так же, как воздух и вода деньги нужны для того, чтобы жить в нашем физическом теле, деньги необходимы. Но они тебе все время повторяют. Вот хорошая субарка. Они тебе все время повторяют. Ты же не запасаешь на всю жизнь воду и воздух, хотя без них не можешь жить. Так и деньги нахуй не надо так запасать. Потому что если есть возможность, да, отложи. Но не делай это самоцелью. Потому что счастье абсолютно не в деньгах. Бывают дни, когда ты просыпаешься утром, у тебя ни денег нет, ни машины, не о чем платить. С работы выгнали. А у тебя такое хорошее настроение, что тебе похрену, короче. Бет-трипы это потому, что ты что-то неправильно делаешь в жизни. Между трипами, как правило. Потому что как они работают? Вот вещества, которые действительно опасны, которые действительно являются наркотой, они притупляют чувства, как героин, да, например. Или кокс. Или вот эти соли вонючие, которыми сейчас все засыпали. А психоделики, они наоборот. Они как бы с тебя кожу живьем снимают. И ты то, что чувствовал раньше, ты чувствуешь в тысячу раз сильнее. То есть если ты загрузишься, блядь, ты загрузишься по полной, по полнейшей программе, короче говоря. Загрузишься. Не всем это нравится. Падать с горы куда-то, разбиваться об асфальт, или там заходить в комнату, где туши мясные висят, и они вдруг шевелиться начинают. Или начинаешь понимать, что по твоей вине погибнет кто-то там близкий тебе. Ну, бывают такие будняки. Но вот это вот процедуры, когда ДМТ принимают у шаманов, то есть Айаваску, там, да, слушай, по творчеству. Вот ты идешь к грибам, да, и говоришь, блин, я хочу написать новую книгу, я поэтому вас сейчас сожру. Короче, я сожру вас, а вы мне подскажите сюжет для новой книги. И заходишь в трип, да. Или ты, например, программист, и говоришь, блядь, грибы, я никак не могу придумать, как вот приложение сделать, которая попадет в Яндекс.Маркет. Ты жираешь грибы и думаешь, сейчас, блядь, грибы придут, как высший разум о тебе все расскажут. А они тебе такое расскажут, что ты совсем... А ты совсем вообще другим человеком будешь. Может, ты даже бросишь быть программистом, понимаешь? Или поймешь, насколько нелепо все то, что там занимаешься. Или наоборот. То есть... А грибы нахер меня послали второй раз. Когда я их снова нашел, когда я их снова нашел, да, уже в Майами, и уже подготовлено так плотно долбанул, потому что эти два года я их не только искал, но и читал литературу, слушал лекции всех этих специалистов, кто всю жизнь этому посвятил, таким как Теренс Маккена, да, например. Вот. Я не знаю. Я просто расскажу про то, что я знаю. И это, конечно, я буду еще целую серию улепить про эти грибы, потому что меня они изменили. Вы посмотрите на меня. Я живу в Штатах, да, 20 лет. У меня нет документов, у меня нет водительских прав. Я, блядь, стримую на Ютубе, вот. У вас 12 человек целых собрались. Шляпа, да. Сейчас не так холодно сегодня, но все равно не так жарко. Конечно, хипанство. А хиппи, вот хиппи, это же вот ты вспомни. Давай, давай как раз. Вот, спасибо, что ты меня в нужное. Хиппи, это же как раз. Да, без прав. Без прав. Но я хорошо езжу. Я хороший водитель. Короче, как это все началось? Когда открыли ЛСД, открыл ЛСД Хоффман, правильно? Человек откуда? Из Файзера или из этого? Да. Мэнсон – это черная сторона. Но была и светлая сторона. Был Тимоти Лири для начала. Альберт, как его звали-то Альберта? Альберт его. Короче, они работали в универе, да, Лири и Альберт. Насколько я помню, в Гарварде. А этот же чувак, Хоффман, который синтезировал ЛСД, он синтезировал псилоцибин тоже. И они начали делать опыты. Причем, опыты они начали делать и над своими студентами, и над всеми подряд. Им было разрешение от университета делать опыты над эспирантами, но не над студентами. Вот какие у них? У них знаменитый опыт. Они в бостонской тюрьме пытались кормить псилоцибинов зэком перед этим, перед освобождением из тюрьмы, чтобы сделать из них других людей, чтобы они никогда не возвращались. То есть рецидивов, чтобы не было преступности. Но, к сожалению, это достаточно долгий по времени эксперимент должен был занять. И... Как это называется? Они не успели его закончить. Неизвестно, чем кончилось. А вот другой эксперимент, более короткий, это не проповедь о пользе грибов. Это проповедь о том, чтобы... Я рассказываю опыт, который я имел от грибов. То есть, чтобы вам не пришлось их употреблять. Понимаешь? Потому что некоторые, как я, от любопытствовали, прочитав Телевина, начнут их искать и жрать. Я абсолютно к этому не призываю. Раньше призывал, когда только-только-только-только еще попробовал. Я даже книжку написал, потому что мне казалось, что так можно изменить мир. Теперь я так не считаю. Это лекарство, а лекарство нужно больным. Вот если бы всем президентам пизданную дозу, просто без разговоров, просто заставить сожрать их там, блядь, кто бы ни был. Байден, Путин, Зеленский, короче. Вот их бы всех накормить грибами, это было бы круто. А так всем подряд нет. Это помогает от депрессии. Это помогает от людей, которые думают, что умирают или действительно болеют раком, и вот их нужно подготовиться к смерти. Они поймут, что смерти нет, как таковой, уже не так будут бояться. Это помогает от зависимости, то есть от алкоголизма, от наркомании, от тяжелой. Это очень помогает. Один, два, трипа, все, все готово. Поэтому они и нелегальны, потому что, ну, бахают все подряд. И что? Короче, про хиппи, Тимоти Лири, значит, с тюрьмой у них опыт, к сожалению, до сих пор неизвестно, получился или нет, а вот с церковью у них получилось. Они собрали студентов семинарии, а студенты семинарии, они уже настроены на то, что думают о Боге, читают Библию. И вот было служение тоже в Большом Бостонском соборе. И Тимоти Лири выдал, короче, половина группы, они выдали плацево, то есть, ну, просто витаминки, витамин Д, по-моему. Да, Шульгин был, Шульгин МДМА придумал, он русского происхождения. Но мы сейчас не об этом, сейчас эпсилоцибиня. И, короче говоря, он дал половину семинаристов плацебо, а половину грибов. И началась проповедь. Кстати, сама полный текст этой проповеди есть на Ютубе. Обычная проповедь церковная. И вот они испытали такой, это по-английски называется religious experience, то есть, они Бога увидели, они общались с Богом. То есть, то, что с кем я общался, я называю это грибами, эти люди, они общались с Христом, потому что они знали, что это Он. Они другого, кого-то не представляют на его месте. К примеру, да. То есть, у всех, у всех разный опыт, но в чем одинаков, это то, что ты ощущаешь единение со всем остальным миром, ты узнаешь, что ты бессмертен, ты узнаешь, что есть какая-то более высокая сила, ты узнаешь, что люди это, блядь, такие, одни, одни, одна, одна, блядь, из форм жизни, они главная форма жизни, которая все контролирует, и они нихуя не контролируют, ничего, это им кажется, что они контролируют, но у них бывают бэттрипы, дай Боже. Вот. А потом, что случилось, к сожалению, к сожалению, лири выпиздили из Гарварда, потому что они обещали руководству, что только аспирантам будут давать, грибы, кислоту, а они и студентам начали давать направо-налево, потому что они были уверены, что это не повредит никому, этим невозможно отравиться. Очень крайне редком случае, если человек сумасшедший, просто уже псих, на него может что-то подействовать, как-то, что он прыгнет там с окна, но это может быть один из тысячи случаев, если не из миллиона. И, короче говоря, да, они продолжали работать, но уже не в Гарварде они создавали эти общины хиппи. И было лето любви как раз в Сан-Франциско, когда все съехали со всей страны, там танцевали, закидывались кислотой и бросали работу. Вот это очень напугало правительство, потому что им что нужно? Им нужны патриоты Родины, которые платят налоги, готовы воевать во Вьетнаме, готовы вставать рано утром, бежать на работу на какую-то совершенно тупическую, делать какие-то тупические вещи, потом, получив деньги с этой работы, бежать в магазин и тратить, покупать еду, там, блядь, одежду, новый айфон. А грибы, они тебя от этого отучают, абсолютно, короче. Грибы, ЛСД, ДМТ. Вот. И это, конечно, очень не понравилось государству. И жирную точку в этом, как ты сказал, поставил Чарли Мэнсон. Чарли Мэнсон это черный ангел, блядь, психоделиков и Леды любви. Если Тимоти Алири это белый, что эти телки там танцуют? Они что-то показывают этим своим. Видите, у них парни там в тюрьме сидят, короче. И девчонки им что-то там крутятся, показывают. Вот. Прямо за... Вон они спереди, вон там между машинами. Сейчас я их за зумом. Вон, видите, с кем-то разговаривают они там. Вон. Парочка. Все как у нас, да? Прогоны, прогоны передают. А я тебя забеременела, дорогой. Видишь, вот это наш сын. Он растет без отца. Какая беда. Загони чай, сигареты, любимая. Попробуй зафигачить анаши вместе с табаком. Кстати, здесь, блядь, одна сигарета в этой тюрьме 50 долларов стоит. Ёпп. Пачку занес, можно машину покупать. С блока точно. Вот. А Чарли Мэнсон, он же не убивал никого. Он так воспользовался подло вот этой кислотой. Вот даже, вот если я сейчас, да, я умею, да, ну, может быть, я не такой гений, как Чарли Мэнсон, но если я соберу общину людей, которые младше меня, и у меня будет куча грибов, и я буду жить в отдельном доме, у меня будет правильная музыка, и я буду, я смогу им промыть мозги, но я никогда не буду промывать мозги, чтобы пойти и кого-то убить. Тем более, беременную бабу, блядь. А Чарли Мэнсон, вот у него получилась вот такая вот история. и после этого все психоделики попали в категорию, в первую категорию, то есть, здесь в США они так же запрещены, как героины, кокаины, наркотики, которые действительно разрушают жизнь и убивают людей. Вот, в общем-то, все, что я имел вам сегодня рассказать, я думаю, я еще буду об этом рассказывать, потому что, блядь, количество информации такое на вас обрушивается во время этих трипов, потом жизни не хватит все рассказывать и все равно не все расскажешь. Как этот, как его описывают, который пьет, попробовал и потом изучал уже с другом, специалистом, то, что на нас все время обрушивается куча информации в виде мыслей, звуков, запахов, но наш мозг так устроен, что он отсекает, иначе у нас крыша поедет от количества информации, хотя мы в состоянии это все обработать. Но чтобы мы не поехали, нас защищает мозг и только маленькими кусочками информацию выдает. А тут на вас обрушивается, я не знаю, библиотека имени Ленина сразу за минуту, и все это так быстро, что сначала довольно неприятно. Пусть никто не болеет, пусть все будут веселые и хорошие. Помните, что наша жизнь ограничена временем этого тела. Тело износится, и мы умрем. Пользуйтесь жизнью правильно. Смотрите, блядь, мои стримы, ставьте лайки. Ладно, люблю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- На самом деле, весь мир нам кажется Вокруг нас матрица, как в фильме «Матрица» А был я чмошником и алкоголиком Потом сказали мне, пиздуй за кролика Мол, ты поймешь, куда все катится Откуда матрица, взялась матрица На дискотеке вы, вовяры примите Потом подвалит к вам такая тринези С короткой стрижечкой и в черном платьице И предлагает вам узнать о матрице Сама похожая, вся на евреечку Пришла сказать тебе, ты повтореечка Давай, поехали, тебя не хватится Ведь эта матрица, как в фильме «Матрица» Попался в офисе, я с Адамитом, агентом Смитом Агентом Смитом, они такие Ебуты-то разнятся, но это сон Все это матрица, потом был ниггер И на салфеточке дает табалеточки Сожрать табалеточки, не будь козлом Каре-карбатица, тут ни хер делать, брат Тут только матрица Потом очнетесь вы в прозрачной ванночке Кругом все граждане горят, как лампачки И нету вторника, и нету пятницы Одни компьютеры, шпионы матрицы Без протеина полежь, мы кашу пробуем На корабле своем мы только съёгуем За нами роботы, как каракатицы Все слуги матрицы, убийцы матрицы Друзья все пойманы или убиты Переловили им агенты Смиты Они такие, от них не спрятаться Такая матрица, пиздец и матрица Очнитесь, люди, вы все пропащие Вокруг же всё ненастоящее Куда ты пялишься? Ну не хоть сматриваться, там лишь обман Там только матрица Из проститутки Вы хер свой выйдете Потом полезете в своем инфине Типрихонь, братишечка Какая задница И тачка матрица И баба матрица Прикинь, братишечка Какая задница И санты матрица И хер твой матрица